Девушки отдыхают 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 в семью благодаря подобным акциям. Акция уже успела сплотить всех марафонцев. Уже в первый день участники велопробега нашли новых друзей на своем маршруте. Были два ребенка. Кристина и еще парень, не помню, как его зовут, Сосново-Боскон. С ними познакомился. Также тут с моего детского дома были три человека. И с Железногорского детского дома был парень. Мы дружим с ними, давно уже общаемся. Уже все виделись. И здесь еще больше сплотения общения. Пожалуй, это и есть главное, что успели обрести ребята за первый день пробега. Накрутив не один десяток сердца километров, дети отправились из Сосново-Борска в Вознесенку и Саулово на ночлег. О том, как это было, смотрите завтра в новой серии проекта. Александр Ловицкий, Андрей Шалаков. Новости. 70 километров дорог от Железногорска до Красноярска. Три дня пути и огромное количество позитивных эмоций. Именно таким запомнился проект «Сердце километра» телеканала «Енисей». В нем приняли участие ребятишки из детских домов краевого центра и близлежащих населенных пунктов. В этом году мы готовим новый сезон телепроекта, и он будет еще масштабней и интереснее. Если в прошлом году в велопробеге участвовали 9 ребятишек, то в новом сезоне мы ожидаем больше девочек и мальчиков, которые бросят вызов дальней дороги. Уже сейчас мы ведем переговоры с детскими домами и ищем новых героев нашего проекта. Его главная цель в том, чтобы каждый ребенок в крае обрел свою семью. Именно поэтому стартует проект «С круглого стола», где специалисты и неравнодушные сибиряки обсудят, как воплотить эту мечту в жизнь. В этом году велопробег «Сердце километра» и его второй этап будет открыт именно «С круглого стола», который состоится 18 марта в Центре развития семейных форм воспитания по адресу Парижской коммуны 33. И мы вновь приглашаем всех желающих, всех неравнодушных к теме сиротства, проблемам детей и воспитанников детских домов. В этом году маршрут велопробега увеличился в 10 раз. Ребята отправятся из Красноярска в Емельяново, пройдут через Козуль, Куачинск, Назарова, Шарыпово, побывают в Ужуре, Новоселово, Приморске и Дивногорске и вернутся обратно в краевой центр. В каждом населенном пункте мы познакомимся с жизнью ребят из местных детских домов и расскажем о ней всему краю. Кроме того, участников проекта ждет и насыщенная развлекательная и образовательная программа. В одном из городов мы отправимся на конную прогулку. У нас предусмотрены всевозможные экскурсии на производство. Более того, это будут какие-то мастер-классы, это будут всевозможные конкурсы, и мы будем в них участвовать. То есть такая богатая, насыщенная программа, очень интересная. Организаторы говорят, акция должна развеять все мифы об усыновлении и опеке, чтобы потенциальные родители понимали, что принять ребенка в свою семью это не страшно. Во время остановки в населенных пунктах специалисты нашего центра будут проводить консультационную работу, раздавать буклеты, методические рекомендации, с чего начать оформлять документы, какие права, обязанности есть у каждого гражданина, кто пожелает взять ребенка. Сердцекилометры, которые накрутили ребята за время существования проекта, уже дали свой результат. Сразу после окончания первого этапа акции одна из участниц обрела семью. Кроме того, рассказ о том, какими талантливыми и смелыми могут быть дети, произвел большой резонанс в обществе. Сердцекилометры уже поддержали многие знаменитости. Олимпийский чемпион по бабслею Дмитрий Труненков, актриса Наталья Крачковская, эстрадная певица Надежда Бабкина и многие другие. Чтобы быть счастливым, нужно дарить счастье окружающим. Посмотрите вокруг себя, сколько существует проблем, сколько людей нуждается, и детей маленьких, и взрослых людей нуждается в заботе и во внимании. Чужих детей не бывает, понимаете? Поэтому сирот не должно быть. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы их не было. В скором будущем мы будем рассказывать истории каждого из участников проекта. Старт самого велопробега назначен на 13 июня. Александр Ловицкий, Андрей Крупнов и Алексей Гусев. Новости.